Мы продолжаем наш разговор о псалтыре, который решили начать для зрителей интернет-портала Exeget.ru. И сначала мы говорим о псалтыре вообще. В прошлый раз мы говорили о том, что главным действующим лицом псалтыри и того, что происходит с нами, когда мы берем псалтырь, является Дух Святой. Это не только книга, созданная им, рожденная им в сердцах человеческих. Это и то, что происходит с нами, когда мы берем псалтырь, мы настраиваем свое сердце, точнее все существо, свою волю, свой ум, свое сердце, чтобы быть органом в руках Святаго Духа. Чтобы думать и чувствовать, переживать и говорить, молиться и плакать теми, тем образом, теми словами, с теми переживаниями, которые внушает Дух Святой сердцу человеческом. Таким образом, псалтырь, как мы говорили, это как бы душа человеческая. То есть наша душа, она становится подобной псалтыре и прикасаясь к псалтыре, мы прикасаемся и к собственной душе. Но это еще не все. Вот мы берем псалтырь, мы читаем то, что там написано. Ну, поначалу, естественно, ни о каком Духе Святом мы не помышляем, просто берем и читаем. Чаще, ну, иногда это нам понятно, как первый псалом, иногда это непонятно совсем, как псалом второй. Иногда это понятно, как пятидесятый, иногда непонятно совершенно, как какой-нибудь сто восемнадцатый. Мы по-разному их переживаем, некоторые из них открываются сразу, становятся любимым, потому что всем прост. Или это короткий псалом, рассказывающий о добродетели. Либо это какой-нибудь молитвенный текст, который внушает нам надежду, упование. Либо это какой-нибудь плач, как пятидесятый псалом. Хотя вряд ли, конечно, мы читаем пятидесятый псалом, потому что хотим плакать. Мы читаем его, потому что нам велели его читать. Вот, в каждом молитвословии, молитвословие начинается с него, большая часть канонов начинается с него. Нам постоянно рекомендуют читать этот псалом, постоянно рекомендуют как-то вот обращаться к этому псалому. Но вряд ли большинство людей, читающих пятидесятый псалом, им молятся. То есть, действительно, начиная первую строчку псалма, помилуй меня, Божь, повелицы твоей милости. Человек сгибается в спине и в коленях, у него на глазах появляются слезы. И дальше он просто молится словами этого псалма. Такое, конечно, было. И я уверен, что будет до скончания этого мира. Мы просто не знаем, что так должно быть. Чтобы примерно прикоснуться, понять, что это такое. Вот взять, например, и послушать, как звучит пятидесятый псалом на арамейском. Как его исполняет, скажем, отец Серафим. И ты понимаешь, что это вовсе не строчки какие-то покаянные или непокаянные. Или просто там какие-то исповедькающего грешника. Это вопль, крик, самый внутренний плач перед Богом. И таковы все строчки псалма, но такими они становятся только тогда, когда мы начинаем понимать, что это не просто текст. Ощущать, переживать, что это не просто тексты какие-то, кем-то написанные для кого-то по какому-то поводу. Что это что-то удивительное, что-то с нами происходит. Как поет в одном из своих песен или песнопений и романах Роман. Известный там, раскрою я псалтырь святую. И говорит, что происходит что-то со мной. Я не просто читаю, я просто погружаюсь в нечто, и с моим сердцем что-то происходит. Я начинаю чувствовать Бога в бытии. Чувствовать, переживать, сознавать. Я начинаю чувствовать Бога в своей жизни. Я начинаю плакать и молиться теми словами, которые никогда в моих сердцах, в моем сознании не было. Мое сердце превращается в псалтырь. Это одно. Но там же есть удивительные пророчества о Христе. Удивительные, очень. И мы не будем, будем очень, очень поверхностны. Если не поймем, не заметим, не увидим, что псалтырь – это вообще-то не просто книга молитвенных, размышлятельных, рассуждательных, сознаваемых, волевых или душевных переживаний, устремлений и сознаний присущих человек. Псалтырь – это книга, настольная книга и достойная книга для одного единственного человека на земле. Только один человек может этой книгой так думать, так молиться, так плакать, так сокрушаться. Псалтырь – это Христос. Только одна человеческая душа, душа по человечеству Иисуса Христа, воспринимает псалтырь как совершенно свои собственные слова, рожденные в собственном душе, в собственном сознании и переживаемые вот именно так, как они должны переживаться. Псалтырь – это свидетельство, это молитва, это размышление, это переживание, назидание, исходящее из уст Иисуса Христа. Как же это могло явиться, скажем, Давиду? Ну, в общем-то, загадка. Ну, нет, не такая уж это и загадка. Это загадка для нас, для людей очень плоских. Плоских не в смысле пустых, а вот именно плоских. Мы не чувствуем объема бытия. Мы не чувствуем объема самого себя. Вот приду и скажу человеку. Знаешь, брат, ты сын Божий. Да ну, я? Да нет. Да я не могу быть сыном Божьем. Я грешен. Ну, ты, конечно, грешник, но ты сын Божий. Ты дочь Божья. Вот именно такой ты создан. Ты создана по образу Божьему. И каждый человек сын и дочь Божья. Да нет. Хотя Христос в том же, то есть Господь в том же псалме и говорит, я сказал, вы боги и сыновья Всевышнего, вы все. Да нет. Мы не можем быть детьми Божьими. Хотя, а что бы нет? Хм, а здорово. То есть я теперь это самое не раб Божий, я сын. То есть я все, что попрошу, получу. Ну, в общем, да. Но вот не с такой интонацией. А с какой? А ты вот псалтырь почитай. И поймешь, с какой интонацией обращается к своему Богу Сын Божий. Как он плачет, как он ищет. Как он думает, как он зовет. Как молится истинный Сын Божий своему Отцу. Мы забываем, что все люди созданы по образу и подобию Божьему. И Бог стал человеком именно поэтому и именно потому. Он вместился и принял человеческую природу, человеческую плоть, потому что это природа и создано быть подобной Богу, подобной Сыну Божьему. Он облекается в то, что не чуждо ему. Ибо так и задумана и создана человеческая природа. Но мы падшие дети. Падшие для того, чтобы нам действительно чувствовать, размышлять, переживать, действовать, сознавать то, что присуще Сыну Божьему. Для этого нам нужна псалтырь. Это как некая одежда, как некая лекала, по которому мы учимся жить, думать, чувствовать, переживать, как дети Божьи, как сыновья и дочери Божьи. Как же это происходит? Вернемся к Давиду. Давид ведь не просто поэт, которого там посетило вдохновение. Давид пророк. Давид живет Духом Святым. А что значит живет Духом Святым? Что значит, когда человека касается Дух Святой? Что это вообще такое? Ну да, благодать, это здорово. Ну да, мы примерно так всегда все и понимаем. И потому ждем действия благодати для того, чтобы порадоваться и утешиться, восхититься, пережить что-то необыкновенное, радостное, которое мы называем благодатью. Господи помилуй, все не так. Все совсем не так. Благодать Святого Духа, когда сходит в сердце человек, когда сходит на человек, оно восстанавливает в нем поруганный образ. Она создает из него Сына Божьего. Ну да, не про то же, что ли, когда радость, когда чувство? Нет. Вы все не так понимаете. Наверное, когда я обнимаю своего сына, сирота завидует. Наверное. Но он же не видит, как я с ним говорю, как я его наказываю. И что ему приходится делать, когда я его прошу? У него планы какие-то свои. Хорошо провести время. Звонит отец и говорит, сын, надо идти туда-то и сделать тот. И он оставляет свое дело, на которое настроился, и идет туда-то и дело-то. И делает это, потому что он сын, потому что попросил отец. И, конечно, пока он любит это дело, ему не совсем неприятно. Но в то же время взять и поднять, оторвать себя от какого-то интересного дела и пойти сделать то, что просит, требует определенных усилий. Тем больших, чем меньше любовь сына к отцу. Но это не всегда приятно и радостно. Мы, когда размышляем о том, чтобы быть сыном Божьим, думаем, ну вот, тебе и подарки, и мороженое, и гостиницы, и вся любовь изливается. Но нет, вообще-то быть сыном, это значит слушаться, любить, заботиться, помогать, поддерживать. Это значит быть всегда послушным воле своего отца и почти не иметь своих собственных желаний. Потому что отец может послать туда и может послать туда. И вот, на самом деле, сыновство до определенной поры, как говорит об этом апостол Павел в послании Галатам, что раб и сын ничем не отличаются до поры совершеннолетия. Одинаково все работают, одинаково все вместе едят, одинаково все вместе в поте и пыли делают то, что им положено. Но один наследует все, а другой нет. И вот это вот действие оказывает на человека Дух Святой. Он касается человека, и всегда прикосновение Духа Святаго к человеке делает его не просто подобным Богу, не просто воссоздает в нем образ Божий, она делает из него сына и дочь Божьей. Не всецело. Нет, конечно бы, если бы мы позволили ему это сделать, он бы сделан совершенно сыном и дочерью. Но мы не позволяем. Но в ту меру, в которую позволяем, в ту меру мы и делаемся дочерями и сыновьями Божьими. А раз делаемся сыновьями и дочерями Божьими, то мы делаемся подобными Христу. Или, используя образ апостола Павла, в нашем сердце, в нашем существе, в наших недрах, рождается Христос. И вот насколько рождается в нас Христос, насколько мы по действию Святаго Духа делаемся сообразными Христу, настолько Его мысли, Его чувства, Его переживания, Его размышления становятся наши. И вот так произошло с Давидом. Не скажу, что впервые с ним, но впервые то, что произошло с Давидом, было излито в песнь, в текст, в слово, в плач, в стон или радость и хвалу. Впервые душа, в которой родился Сын Божий, душа, образующаяся под действием Святаго Духа, в Сына Божьего, она заговорила, она стала пить, она стала плакать. И вот уникальность Давида не в том, что он впервые получил благодать Святаго Духа, или в нем первым образовалось нечто похожее на Сына Божьего. Таким был Ной, таким был Авраам, таким был Моисей и многие-многие другие Иов, праведники. Но только в Давиде этот Сын Божий, образующийся в недрах человеческого естества, заговорил, запел, заплакал или стал хвалить Бог. Попросту говоря, в Псалтире мы находим те переживания, те чувства, которые присущи Сыну Божьему или присущи Иисусу Христу. Поэтому Псалтирь лучше всего подходит для того, чтобы исполнить слово апостола Павла. «Вас должны быть те же самые чувства, которые во Христе Иисусе». То, что написано в Псалтире, это слова, которые мог сказать Христос. «Почему мог?» Он и сказал. Ведь что происходит, скажем, на страницах 21-го Псалма? «Не только, Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» Так начинается 21-й Псалом, и такие слова произносят Христос на кресте. Но там дальше по тексту 21-го Псалма есть слова. «Ископа шаруцы мои и нози мои, исчетовши вся кости мои, раздели шаризы мои себе и одежды мои меташи жребий». То есть пронзили руки мои, ноги мои, пересчитали все кости мои, разделили ризы, то есть поделили между собой мои одежды, а оцелны, которые нельзя разделить одежды, бросали жребий. Или, как в другом Псалме 68-м, «в жажду мою напоили меня уксусом». Это, ну да, мы, конечно, узнаем, да, пророчество. Это не просто пророчество. Ведь Давид это переживает. Причем его-то точно не пронзали ко кресту и об одежде жребия не бросали. И никто его уксусом не поил. Это совершенно точно. Почему же он говорит, если бы он говорил, «Я вижу того, которого пробили ко кресту, так, как это пишет Исаи», это было бы пророчество. Но он говорит, «Мои руки пробили, мою одежду делили, меня напоили уксусом». Это как же так? Это потому, что он не видит происходящее с кем-то, ощущает это, как происходящее с ним. Это та глубина, которую мы сейчас не чувствуем. Ведь, с одной стороны, Давид, он праотица Иисуса Христа по плоти. Но дело не только в этом. И не столько в этом. Дело в том, что душа человеческая подобна Христу. И она переживает то, что переживает Христос. Все в том же, в том же самом объеме, в тех же самых ощущениях, в тех же самых красках и в тех же самых словах. На эту тему есть очень интересный эпизод из жития святаго-благоверного князя Михаила Тверскак, когда его, перед тем, как его убьют жестоко в Орде, его вдруг коснулись сердца слова из Псалтыри, которые читали ему постоянно, непрестанно, как раз на Псалме 21-м «Боже, Боже, почему меня ты оставил?» Когда он услышал эти слова, он почувствовал их, звучащие в своем сердце и сказал «меня сейчас убьют». И действительно через минуту врывается убийца и жестоко убивает князь. Слова не просто коснулись с его ушей, они вышли из его сердца. И мы тоже будем, и нам обещано это, и завещано это, мы тоже будем принимать страдания, ведь мы взяли крест и следуем за ним. И те слова, которые говорил Христос, мы должны говорить, мы должны чувствовать так, как Он, потому что мы созданы по Его образу и по Его подобию. И когда Дух Святой касается наших сердец, мы именно это чувствуем, именно это говорим, именно это переживаем, именно это делаем. Дух Святой и делает из нас Христов, не в полную меру, к сожалению, потому что мы грешны, потому что мы не даем Ему возможности сделать из нас совершенных Христов, но по мере нашего уподобления Христу, послушания Духу Святому, мы мало-помалу, мало-помалу уподобляемся Ему. И тогда мы можем сказать слова, как это сделается с Давидом, в определенном порыве, в определенном порыве к Богу, акте самоотдачи Богу, отречения от себя, мы можем почувствовать то, что чувствовал Христос на кресте, то, что чувствовал Христос перед крестом, что чувствовал Христос на горе преображения, эти слова могут стать нашими словами, эти чувства должны стать нашими чувствами. И псалтырь как раз, потому и выбрана церковью как книга, это то, что помогает нам уподобиться Христу. Не просто книга, по которой мы начинаем себя штамповать, а это то действие, то пространство, то поле, та сила, которая вылепливает из нас людей, подобных Христу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok